Дамба, новостройки, детский сад Сегодня Бийск с рабочим визитом посетил губернатор края Александр Карлин Чем остался недоволен глава региона Десять дней на обжалование Районный суд огласил приговор по делу бывшего замначальника бийской полиции Выбор сделан Стали известны имена финалистов четвертого сезона телепроекта «Поющий город» Бийские строители ставят под угрозу участие Алтайского края в федеральной программе До конца года предприятия «Прометей» и «Железобетон» должны сдать в эксплуатацию два дома Туда в декабре должны заехать бийчане, участники программы переселения из ветхого и аварийного жилья Однако темпы возведения многоэтажек ниже намеченных Сегодня с застройщиками встретился руководитель региона Александр Карлин Губернатор еще раз объяснил, почему необходимо четко придерживаться сроков И чем грозит нарушение договорных обязательств Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья будет продлена Решение уже принято на федеральном уровне Однако участие в ней Алтайского края остается под вопросом Чтобы получить одобрение, регион должен качественно и в срок выполнить условия действующей программы В целом на сайте реформа ЖКХ в системе светофор так называемой Там вы все можете проверить, каждый житель России смотрит в принципе Как реализуется программа в том или ином субъекте Напротив Алтайского края горит зеленый свет Это означает о том, что у нас в программе реализуются установленные сроки С надлежащим качеством Пятилетняя краевая программа по переселению уже завершена в 20 муниципалитетах Еще 8 завершают расселение в этом году Город Бийск единственный участник проекта Где финал программы по переселению из ветхого и аварийного жилья Назначен на будущий год В 2017 мы обязаны расселить еще более 5000 человек А это значит, что вся ответственность за итоги реализации Теперь лежит на Наукограде Подчеркнул губернатор края Александр Карлин В случае положительной оценки регион имеет все шансы попасть в новую программу Нам федеральный центр гарантирует деньги Нам нужно предусмотреть в бюджетах и края, и города эти ресурсы Мы готовы в региональном бюджете эти ресурсы предусмотреть В бюджете 2017 года Думаю, сегодня мы еще раз договоримся И депутаты городской думы Бийской поймут всю меру ответственности И в бюджете года следующего эти средства будут предусмотрены За 4 года Бийск показал себя достойно В рамках программы в городе появилось 18 многоэтажек Более 4 тысяч бичан, проживающих в аварийных домах, получили ключи от новеньких квартир Однако часть жителей все еще ждут переезда Два дома строители до сих пор не сдали в эксплуатацию Если новостройка на льнокомбинате почти готова, то в доме на Митрофаново еще даже не приступили к отделке Тепло запущено, все коммуникации проложены, перегородки стоят, электрика сделана Устанавливается сантехника Тепло запустили только две недели назад, дом пробивается Приступают к отделочным работам Планируем к 20 числу от заселения отдать полностью Таким образом администрация города сегодня гарантировала, что застройщики Прометей и железобетон не подведут Если в дальнейшем бийские предприятия будут следовать графику, то у всего региона есть шанс войти в новую федеральную программу А значит строительство долгожданного нового жилья в Алтайском крае будет продолжено Анастасия Исаева, Андрей Сегаев, Будни И главная тема этой недели По последним данным, четыре бийских многоэтажки до сих пор остаются без газа Всего же по сообщению компании Алтай край газ сервиса Сейчас в Алтайском крае без голубого топлива находятся 72 дома Губернатор Александр Карлин поставил задачу устранить все неполадки до конца рабочей недели Специалисты газовой службы заявили, что если не будет морозов, то ремонтные работы завершатся немного раньше Перебои с газом в нашем регионе начались еще неделю назад Причиной сбоя стали гидратные пробки, которые образовались из-за низких температур Напомним, что еще вчера без голубого топлива остались 18 бийских домов Сегодня их в пять раз меньше В ближайшее время, уверяют газовики, проблема будет решена Сегодня в Бийске огласили приговор бывшему замначальнику бийской полиции Дмитрию Сизенцеву Его двум подчиненным Николаю Демкину и Евгению Дорофееву Все они признаны виновными в превышении должностных полномочий Напомним, летом прошлого года при бийской полиции была создана внештатная группа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков В нее вошли три сотрудника патрульно-постовой службы Подчиненным нужно было любым способом выполнить распоряжение высшего руководства и выявить в бийске наркопритон Сотрудники полиции путем убеждения подкупа, а также угроз незаконного привлечения к уголовной ответственности Склоняли местных жителей к сбору дикорастущей конопли Изготовлению из нее наркотического средства к самостоятельному потреблению и склонению к такому потреблению иных граждан После чего они составляли фиктивные документы о якобы самостоятельном совершении этими лицами правонарушений Что обуславливало последующее привлечение к административной ответственности, назначение им наказания в виде административного ареста и его отбывания Судебное заседание по оглашению приговора началось сегодня в 10 часов утра и только в 16 часов судья вынес вердикт В целом осужденные вели себя прилично, приговор приняли смиренно Евгений Дорофеев получил 4 года лишения свободы условно по двум статьям Это превышение должностных полномочий и незаконный оборот наркотиков Николаю Демкину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно А Дмитрию Сизенцеву в прошлом замначальник убийской полиции суд определил наказание в виде трех лет колонии-поселения Кроме того, осужденные обязаны выплатить моральный ущерб потерпевшим в размере 50 тысяч рублей каждому У участников процесса есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда Подробности этого громкого дела смотрите в программе участок 112 Преподавателя Бийского вуза отметили на всероссийском уровне в колонном зале Московского Кремля За большой вклад в подготовку кадров наградили заведующую кафедрой экономики и предпринимательства Ларису Миляеву На всю страну таких наград всего две Это действительно очень высокого уровня награда, потому что она была вручена в такой обстановке, в очень торжественной Вот такими людьми, председателем вольного экономического общества, вот там присутствовал весь цвет науки, экспертов, вот политиков Ну и в присутствии такой аудитории, которая, наверное, я не знаю, но по меньшей мере 5 тысяч так точно вот зал колонны объединял Преподаватель Бийского технологического института стала единственной за Уралом, чей личный вклад отметили наградой на Всероссийском экономическом собрании в Москве Выпускники Ларисы Миляевой часто становятся успешными предпринимателями, работают на ключевых должностях в администрации города, руководят предприятиями научно-производственного комплекса Бийска Добавим, что кафедра экономики и предпринимательства в Бийском технологическом институте была открыта в 1996 году Сегодня практически весь преподавательский состав – это ученики Ларисы Миляевой Не хлебом единым, мусорные баки одного из торговых центров Бийска оказались в поле зрения пользователей социальных сетей Причиной послужило выложенное фото, на котором видно, что все баки буквально завалены хлебом В соцсети ВКонтакте мгновенно разгорелась дискуссия Имеет ли право магазин так поступать с товаром, пусть и просроченным Большая часть бийчан сошлась во мнении, что поступать так с хлебом в стране, где были блокадный Ленинград, голод в Поволжье и тяжелые послевоенные годы, как минимум неэтично Неэтичным назвали поступок и в Алтайской гильдии пекарей и кондитеров Как пояснили бийскому рабочему в некоммерческом партнерстве, сегодня у каждого магазина есть договоры с хлебопекарными предприятиями, в которых оговорена возможность возврата поставщику от 3 до 5% товара Со всем остальным магазин может разбираться по своему усмотрению, пустить на сухари или панировку, на квас и прочее Главное успеть сделать это до истечения срока годности продукта Подробный материал на эту тему читайте в четверг в газете «Бийский рабочий» Их имена уже известны Жюри выбрали финалистов четвертого сезона вокального телепроекта «Поющий город» У каждого из них впереди насыщенное время, занятия с педагогами по вокалу, различные мастер-классы и репетиции И все для того, чтобы в большом галоконцерте они смогли приятно вас удивить Первая встреча педагогов со своими новоиспеченными учениками уже состоялась Вы в финале! Эту радостную новость по телефону услышали 15 человек Одни были уверены, что им обязательно позвонят, другие сильно сомневались Но безусловно для каждого это большая победа или маленькое счастье Был отборочный тур, я пела первая по жребию Потом очень долго волновалась, ждала несколько дней Уже отчаялась, думала, мне не позвонят А потом взяли и позвонили Я была очень рада Очень ждала звонка, очень надеялась Ну и рада, безумно рада, что мне выпала такая возможность Первая встреча педагогов с финалистами «Поющего города» состоялась В непринужденной атмосфере чаепития каждый рассказывал о себе Интересно было послушать и участников, и, конечно, педагогов Я приехала в Бийск в 79-м году, мне было 15 лет, и когда я попала во дворец культуры И попала на танцы, которые были здесь же, при дворце культуры химиков Тогда он так назывался, конечно, меня сразу поразил И Виктор Александрович тогда был руководителем этого замечательного эстрадного коллектива Который, в отличие от той среды, города Барнаул, где я росла Играл исключительно иностранную музыку Что было в советские времена, сами понимаете, очень под цензурой Как признались члены жюри, споров при выборе финалистов не возникло В концерте выступят участники, набравшие наибольшее количество баллов Максимальную оценку, которую они могли получить, 90 При этом из всех финалистов только трое набрали 89 баллов Это Владимир Долгих, Анатолий Климанов и Станислав Сериченко Все музыканты в жюри были, все люди опытные И просто определились все примерно одинаково И как ни странно, баллы даже были поставлены почти одни и те же Если поставили девятки, то у всех девятки Восьмерка, значит восьмерка Там никаких не было таких разночтений или что-то По удачному совпадению в числе финалистов оказалось почти равное количество мужчин и женщин Все они бейчане, кроме Людмилы Кузнецовой Она приехала из села Красный Яр Советского района Ради участия в проекте готова переносить любые трудности Сегодня я планировала приехать на автобусе из Красного Яра в Бийск Автобусы не пошли из-за погоды Я ждала 45 минут, нет автобусов Ну думаю, уеду из райцентра До райцентра я доехала на такси, взяла билет на автобус Автобус тоже не пошел, сломался из-за холода Но тогда я приехала уже на такси из Советского Но не каждый день выпадает такая возможность Поучаствовать в таком концерте большом Набраться опыта у педагогов Пообщаться с интересными людьми, разными, опытными К этой победе некоторые участники шли гораздо дольше других Оттачивая свое мастерство Приходили на кастинги вокального телепроекта каждый год Я просто не привык отступать от своей цели Если я поставил цель, то я обязательно достигну ее Вот, тем более то, что она отталкивается от моей мечты, так скажем То есть эти вот постоянные шажки, маленькие, к своей мечте Они меня приводят именно к целям А тем участникам четвертого сезона «Поющего города», Которые не оказались на этой встрече Рекомендуем не расслабляться У организаторов и жюри еще есть в запасе сюрпризы Следите за нашими новостями и программами «Поющий город» Которые стартуют в эфире бийского телевидения 25 ноября Татьяна Свинаренко, Иван Зяблицкий, Будни Его признала сама София Ротару В Бийске выступит легендарный двойник народной артистки СССР Дионис Кельм Интересная программа ожидает бийчан уже в эту пятницу 25 ноября в ночном клубе «Х-Клаб» Еще в юношестве Дионис мечтал быть похожим на восхитительную Софию Ротару И именно это желание подтолкнуло его к выбору будущей профессии Жизнь его не соберет свое начало в городе Челябинске Он родился в семье инженера и медсестры Первой песней Ротару, которую он услышал в пять лет, была «А музыка звучит» Его сразу же захватил этот восхитительно проникновенный голос Который и пробудил в мальчике любовь к музыке На сегодняшний день Кельм единственный двойник, признанный Софией Ротару Он выступает в лучших ночных клубах страны И в пятницу 25 ноября будет петь для бейчан в рамках вечеринки «Лихие 90-е, крутые 2000-е» И о погоде В Алтайском крае в очередной раз объявлено штормовое предупреждение Так, 24 и 25 ноября ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду Метели и снежные заносы А что касается Бийска, то у нас 24 ноября будет пасмурно Ветер юго-западный умеренный Атмосферное давление высокое Магнитосфера же будет возбужденной Ночью 9-11 градусов со знаком минус Днем 10-12 И это все новости на сегодня Я с вами прощаюсь и до встречи завтра